Оптимизация уже существующих маршрутов в округе. Именно этой теме посвятили круглый стол люберецкий пассажир. Он прошел в Томилине. Подробности смотрите далее. На встрече много внимания уделили 501 маршруту. Жители жаловались на неудобную схему его движения, в частности на то, что невозможно доехать до поликлиники номер 6. Кроме того, люберчане были недовольны и частотой движения автобусов по 346 маршруту. У нас регулярность на самом деле на этом маршруте изменилась уже. Расписание мы повесили. Повесили, да? Повесили? Не везде, да? Нет. Я сейчас хочу сказать, что мы начали вывешивать. И вот куст до высшей школы, от Коренева, здесь есть расписание. Этот вопрос остался открытым. Было решено, что администрация люберец проведет мониторинг движения автобусов маршрута 346 для оптимизации его расписания. Кроме того, представители местной власти пообещали решить и другие транспортные проблемы. Безусловно, уже с министерством транспорта мы сегодня начинаем работу о том, чтобы наши межсубъектные маршруты Московской области максимально, мы не имеем права, да, другой субъект катать маршруты наши муниципальные, были максимально приближены. И чтобы вас уже не на Выхино нашего пассажира возить, это достаточно долго и тяжело, да? А уже к тем станциям, которые максимально приближены к городу. Это, еще раз говорю, станция Ухтомская и станция Новокосино. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, рассмотрят на совещании рабочей группы. По традиции, в ее состав вошли активные люберчане и члены комиссии по безопасности дорожного движения. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.